Здравствуйте, друзья! С мая 2022 года Институт дополнительного образования Российской национальной библиотеки осуществил пилотный запуск масштабного образовательного проекта «Краеведение в библиотеках». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Предполагается охватить все регионы России и обеспечить доступ к новейшей информации в области краеведения максимально большему числу специалистов библиотек. На первом этапе состоялось онлайн-обучение по программе повышения квалификации актуальные проблемы краеведческой деятельности современной публичной библиотеки. Институтом было обучено 50 специалистов из 13 республик, 5 краев, 29 областей и 2 автономных округов. Курс провели лучшие специалисты Российской национальной библиотеки и других учреждений культуры. Предлагаю поговорить с Надеждой Михайловной Балацкой, одним из вдохновителей и разработчиков программы, старшим научным сотрудником отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, кандидатом педагогических наук, председателем секции краеведения в современных библиотеках Российской библиотечной ассоциации. Надежда Михайловна, расскажите, пожалуйста, что значит краеведение для библиотек России? Хороший вопрос, как принято говорить. С одной стороны, ответ совершенно очевиден. Краеведение для огромного количества библиотек России – это просто главное направление. То есть для всех региональных библиотек и для 43 тысяч публичных библиотек. Библиотек – это то направление, которое позволяет им не только существовать, сохранять свою ценность в условиях массированной оцифровки изданий, в условиях расширения цифровой среды и так далее, но и, в общем, развиваться. То есть это как раз то направление, благодаря которому сейчас могут быть успешны модельные библиотеки, благодаря которому библиотека может не просто сохраниться как учреждение культуры необходимое, не остаться памятником самой себе, а, в общем, стать самой передовой, так сказать, частью нашего библиотечного дела. И я хотела бы сказать, что это не мечты, а абсолютная реальность, потому что на самом деле и до сих пор именно в области краеведения произошли все самые мощные прорывы в области цифровых технологий, самые интересные проектные деятельности – все это как раз в области краеведения. Ну и, в общем, вот мне кажется, что это очень перспективно, не только потому что мы этим занимаемся, а потому что это очевидно, мне кажется, сейчас для все более широкого круга руководителей и для министерства, которое, как видите, поддержало наши усилия, как раз направленные на то, чтобы помочь библиотекам выйти на хорошие уровни краеведческой работы. Ну вот, это главное в библиотеках. Какие ваши впечатления от работы с первым набором слушателей? Сложные. Я даже объясню, почему. Первый набор слушателей выглядит как начало какого-то нового какого-то этапа. На самом деле, поскольку наша группа, собственно, вот и Российская национальная библиотека краеведением и методическим руководством в этой области занимается больше 60 лет, для нас очень мало новеньких. Мы людей, которые вот сейчас пришли учиться получать новые знания в области краеведения, не просто знаем, а знаем десятилетиями. Мы каждую библиотеку из тех, которые представлены сейчас, вот были в учебном курсе, мы знаем глубоко, то есть не только в целом какими-то общими чертами краеведческой деятельности, мы знаем их издания, мы знаем их достижения, их ошибки, их проблемы, мы знаем кадровую ситуацию в каждой библиотеке. Мы так работаем вот уже почти 60 лет. И я должна сказать, что во многом встреча со слушателями этого курса – это встреча, в общем, единомышленников и представителей нашего краеведческого братства, такого, которое в России сложилось и существует в российских библиотеках. Но, конечно, появились новые люди. К сожалению или к счастью, состав краеведческих отделов обновляется очень часто на пользу, потому что сейчас приходит очень много таких хорошо образованных гуманитариев в наши краеведческие отделы. Появился такой очень хороший слой 30-летних, толковых, умных, энергичных 30-летних. Не так страшна сейчас кадровая ситуация во многих библиотеках, как было какое-то время назад. Появились новые имена, новые для нас. И поскольку у нас так построен учебный курс, и всегда наши учебные курсы были так построены, что это всегда диалог, а не просто вещание, так сказать, на камеру или вещание в аудиторию, как в телевизоре, то я очень рада тому, что удалось с этими новыми людьми пообщаться. Активность очень высокая была в чате, и несмотря на то, что, ну, в общем, как-то трудно было бы с камерами, трудно было бы видеть всех 50 обучаемых сотрудников, всех 50 коллег, но вот активность в чате была такая, что мне кажется, что я уже некоторых из новеньких тоже уже за эти три недели, ну, как-то хорошо узнала, и наши контакты продолжаются. Мне кажется, что группа была очень сильная, очень интересная, спорщики, люди, которым надо, которые понимают, зачем они учатся, у которых огромный бэкграунд уже личный, профессиональный, и которые готовы это дальше как-то вот использовать эти знания и сами по себе, и для того, чтобы передать их своим публичным библиотекам, потому что курс-то посвящен краеведческой деятельности не центральных библиотек регионов, а публичных библиотек, то есть они, мне показалось, что они замечательно справятся с задачей донести вот это все, обогатив собственными знаниями, донести до публичных библиотек. Вот так, пожалуй, я бы ответила. Друзья, мы продолжим проект и сделаем его еще успешнее. Следите за анонсами. Продолжение следует...